Всем привет, меня зовут Арина Вискера, и это возвращение рубрики «Налей чаю, я вещаю». Рубрика, которая появилась сама с собой, когда в очередной раз я снимала макияжное видео, и мне захотелось поделиться чем-то, что меня беспокоило, разозлило, и мне захотелось высказаться на эту тему. По-моему, первой темой было воспитание и необоснованное хамство, хотя хамство никогда не может быть обоснованным. Но это было очередное какое-то комментирование макияжа внешнего вида, и почему я сижу вообще в общественном транспорте, которое, собственно говоря, стало началом рубрики «Налей чаю, я вещаю». Многим из вас она зашла. Это рубрика, которая непростая и для меня, и на самом деле для вас, потому что подписчиков, которым особенно помогло, пришлось к месту именно набор этих роликов, их всегда видно, потому что когда узнает кто-то, неважно, в косметическом магазине или на улице, кто просто подписчик и кто смотрит макияжи, и у человека, который хочет что-то сказать по поводу «Налей чаю, я вещаю», всегда очень видно. Эти люди долго собираются, обычно отзывают на перекуры или на кофе, и это было далеко, мягко говоря, ни один, ни пять, ни десять случаев, когда ко мне подходили люди, отзывали в сторонку и говорили большое спасибо за «Налей чаю, я вещаю», потому что рубрики и темы поднимались достаточно разные. Это была и неразделенная любовь, и абьюзивное отношение, и отношение с родителями, любовь к родителям, уважение к родителям. И я очень часто сталкивалась, что многие подписчики не смотрели «Налей чаю, я вещаю», а потом в какой-то момент, когда посмотрели уже все и сделали все макияжи, они такие «О, есть же налей чаю, я вещаю», и зачастую смотрели подряд и залпом, и одна из тематик, или в целом мои рассуждения вслух, помогали людям разобраться с какой-то ситуацией, которая у них происходит в жизни фоном. Именно поэтому я решила вернуть эту рубрику. Она не будет выходить как год или два года назад, когда я выпускала «Налей чаю, я вещаю» каждую неделю. Это, скорее всего, будет два видео в месяц. И также главные изменения. Раньше эта рубрика также сопровождалась макияжем, но зачастую получалось, что пока я говорю, я не крашусь, и из-за этого потом я стоплюсь, начинаю краситься, или я крашусь в процессе. Невозможно вырезать ни слова, ни действия. Поэтому я решила, что будет классно, если рубрика «Налей чаю, я вещаю» вернется вот в таком максимально уютном, действительно болтательном ролике, где я уже накрашена. Вы всегда можете написать внизу, если вы хотите, чтобы я повторила и сделала отдельный туториал на макияж из любого из таких видео. У нас с вами свечки, у нас с вами реально кружка с чаем. И у меня сейчас пряный мандарин-чай, он очень вкусный. И сегодняшнюю тему я выбрала... У нас будет две темы в этом месяце, в этих выпусках. В сегодняшний выпуск я выбрала тематику, которую спросила у вас. У нас было достаточно много запросов рассказать про «Аровокадос». Это агентство, которое я сделала в прошлом году и запустила. Но пока, честно говоря, мне хочется все еще сохранить рубрику «Налей чаю, я вещаю» как человеческие темы для обсуждения. Более уютные, возможно, и менее рабочие. Сегодняшняя тематика – это дети, стигматизация детей, навязывание обществом, что тебе обязательно нужны дети, что женщина без детей пустая. Я, как всегда, в этих рубриках высказываю исключительно свое мнение. Вы можете быть с ним согласны, не согласны. Это видео и эта серия видео наиболее открыты к вашим комментариям, чтобы мы могли поговорить и обсудить, что вы думаете по этому поводу внизу. Поэтому, как всегда, не откладывая в долгий ящик, погнали! Итак, одна из подписчиц, когда я спросила, на какую тему вы хотите, чтобы я сняла «Налей чаю, я вещаю», написала, что дети, и точную формулировку я не вспомню, но из серии, что навязывание обществом необходимости рожать детей, иметь детей. Я не child-free, при этом у меня нет детей, мне 32 года. Я часто сталкивалась в своей жизни с вопросами от семьи, от знакомых, от учителей, бабушек и родственников, а когда же дети, ну давайте детей. В одном из «Налей чаю» я вещаю, мне кажется, в большей степени это был ролик про взаимоотношения с родителями, где-то здесь будет ссылочка на этот ролик. Я говорила, что чаще всего мы сталкиваемся в процессе взросления с вопросами, которые на самом деле-то бестактные, от семьи. Когда же ты выйдешь замуж, когда у тебя будут дети, ты не думаешь о своем будущем и прочее, прочее, прочее. И там я уже высказывала, что это личное дело каждого. Но в контексте вопроса, который прозвучал, давайте поговорим именно о детях, о желании завести ребенка и о стигматизации вообще необходимости наличия детей в нашей жизни. Начну, поскольку все ролики эти в любом случае это мое мнение, которое я пропускаю через себя, то, отвечая на вопрос, хочу ли я детей, хочу детей, но при этом я никогда не относилась к категории девушек, которые всю жизнь ждут свадьбу, детей, хотят стать мамой и видят в этом свое предназначение и предначертание. Я всегда считала, что появление ребенка в твоей жизни, и считаю до сих пор, сопровождается исключительно появлением в твоей жизни любимого человека и партнера, с которым вам классно, хорошо вместе, вы любите друг друга, уважаете друг друга, и вам хочется детей совместных. Желание просто завести ребенка мне всегда было непонятно, особенно начиная, честно говоря, с вот этого 15-летнего возраста, когда девочки такие, ну вот, я выйду замуж, у меня будет ребеночек, ребеночек – это чудо, ребеночек – это счастье. До, мне кажется, лет 23 я в принципе не любила детей. Ну, то есть для меня ребенок – это всегда, они вызывали у меня умиления, потому что мне в целом непонятно было всегда умиление по поводу маленьких детей. Это же не собачка или обезьянка милая. И мне было неинтересно с детьми, мне было неинтересно с ними играть, проводить время. Если ты летишь в самолете или ты в любом общественном месте, это всегда очень много крика, визга, слез, расстройства. Мне кажется, лет 5-6 назад с появлением у меня племянника, еще у меня есть двоюродная сестра, которой сейчас 11 или 12 лет. Вот с появлением их в моей жизни мне стало как-то интереснее проводить время с детьми. Я знаю, что в принципе чаще всего есть расхожая фраза на тему того, что таможенный ребенок сразу будет от такого возраста, чтобы было о чем с ним разговаривать и вообще как-то проводить с ним время, а не когда это вот этот, как это называется, кабачок, который просто спит и ест, ходит в туалет, купается, плачет и улыбается. Сейчас мне это стало интереснее и приятнее, но в дозированном количестве. И вот эта история о том, что это же дети, дети – это счастье, дети – это чудо, это зачастую фразы, которые исходят из уст родителей, у которых есть дети. Но точно так же многие родители смеются между собой родительским кругом на тему того, что очень хочется сдать куда-нибудь детей и провести время вдвоем, что это много усилий. И если опять-таки вернуться через призму себя, я помню, что мне в каком-то возрасте, когда вокруг стали у всех, все стали беременеть и рожать детей, дошло в прямом смысле. Я просто никогда не пропускала это до такой степени, что ребенок – это же, ну, не вещь, конечно, но это событие, которое меняет твой статус на всю жизнь. Вот ты жила или жил один, встретился с кем-то, вы живете как пара, вы проводите каким-то образом время, работаете, ребенок на корню это меняет. Другой вопрос, что мне никогда не нравились семьи и отношения к ребенку, что появление ребенка в семье должно на корню менять всю твою жизнь. Понятное дело, что она поменяется, начиная от финансовой составляющей вопроса, что если вы сейчас без ребенка один или в паре, то все деньги, которые у вас есть, вы тратите на себя, на друг друга, на дом, на путешествия, на какие-то вещи, которые нужны вам в работе, в быту. С появлением ребенка часть денег и немаленькая, потому что ни детское питание, ни все эти подгузники, ни тем более детские педиатры, терапевты, лекарства, одежда – все это требует немалых денег. И, во-первых, деньги эти уходят. Во-вторых, самое ценное – деньги можно заработать. Ваш временной ресурс и ваши силы вообще сами по себе. Они начинают распределяться иным образом. В этом нет ничего удивительного. С другой стороны, часто слышу также комментарии от родителей, мам, пап, в основном, наверное, даже мам, о том, что современное поколение слишком избалованное, что вот мы растили вас, не было там ни интернета, ни таких развлекательных центров, комплексов, занятий, но спокойно мы вас растили и занимались друг другом. Я с этим, с одной стороны, согласна, с другой стороны, категорически не согласна, потому что невозможно вырвать даже, например, мою маму из того времени и поставить ее в текущее время, и чтобы ее жизнь была совершенно такой же. Нет, потому что слишком много вещей накладывают свои обязательства, восприятие времени, восприятие жизни, на что вы ее тратите. Таким образом, когда мы говорим о детях, вот мы на днях Сергея Сергеевичу заходили в Икею. В одну, во вторую в авиапарк, потом в Икею Химки. Количество детей, которое там было, орущее, просто молча мы переглянулись, вызвало желание убрать всех из торгового центра. Но зачастую, и потом мы это обсуждали с моей подругой Катей, зачастую дело не в детях, а дело в родителях. Потому что, когда мы были в Икее, я увидела, с точки зрения вот этой вот есть там детская комната, в которой можно оставить детей, две ситуации. Ситуация один, когда приводили детей, снимают с них комбинезоны, а там мальчики, девочки в нарядных платьях, рубашечках с бабочками, их просто отдают в комнату в Икее поиграть. А когда мы уже вышли, идет мама с ребенком, начинает ему объяснять, что сейчас они пройдут по одному этажу, потом возьмут тележку, начнут собирать уже все, что им нужно купить. Ребенок начинает достаточно хамовато отвечать, при этом ребенку 5 лет, 6 лет. На что ему мама говорит, я тебя вообще сейчас сдам в детскую комнату. То есть для одних детей родители устраивают праздник, но при этом овер дофига нарядный, а других туда им угрожают, что их туда сдадут. Поэтому вопрос стигматизации необходимости иметь детей, он лежит в очень плоскости каждого отдельно взятого человека. В этом нет ничего удивительного. Вопрос, хотите ли вы детей, для меня такой всегда. Это нечто эфемерное. Но готовы ли вы, я бы вот так ставила вопрос, заводить детей? Я знаю, и есть среди моих знакомых люди, которые не хотят детей. К сожалению, также в моем близком окружении были случаи, и когда хотели детей, но случались выкидыши. И задавать вопросы, поэтому хотите ли вы детей, это всегда очень опасно. Так же, как и у меня. Был случай, когда я не задавала вопрос человеку, хочет ли человек детей. Просто мы что-то обсуждали, семью, отношения. Я говорю, ну, возможно, и дети когда-то появятся. Но что я получила ответ, что нет, потому что функционально такое невозможно. И я почувствовала себя очень неловко, что я сделала человеку больно и неприятно. Но человек давно с этим живет, как с осознанием того, что у нее никогда не будет детей. Поэтому, когда вам рассказывают, что вам нужны дети, мне это странно. Это то же самое, когда вам рассказывают, что вы должны покраситься в блондинку, поменять стиль в одежде, сменить работу. То есть все, что касается только вас, а здесь тем более. Также отдельная тема по поводу детей. У меня есть прекрасная подруга Маша, у которой трое детей. Причем третий ребенок появился не так давно. Она очень классно выглядит, она много работает на топовых позициях. И глядя на ее семью, мне очень нравится. У нее и дети красивые, она всегда ржет о том, что у них классные дети получаются. Она умеет проводить время и с детьми на отдыхе. Ей нравится с ними общаться, играть. Но и сама же Маша говорит о том, что когда женщина беременеет, вынашивает ребенка и рожает, это очень большой стресс для организма. И здесь мы не говорим с вами в контексте того гормонального всплеска и изменений. А именно с точки зрения ресурса просто организма. Что очень часто женщины после родов начинают сильно хуже выглядеть, потому что весь максимум они отдали ребенку. Многие на это не готовы, вне зависимости от возраста, в котором вы беременеете. Это 20 лет, 25, 30, 35, 40. То есть факторов для того, чтобы вы приняли решение, что вы хотите детей, гораздо больше, они касаются только вас и вашего партнера. Невозможно не говорить здесь как раз и о людях, которые вообще не хотят детей. Я как-то наблюдала со стороны, как пара, которая не хочет детей, при этом они не в формате, что им не нравятся дети, они ненавидят детей. Нет, они относятся к детям спокойно, как к тому, что все мы когда-то были детьми. Они совершенно спокойно могут прийти на детский день рождения своих друзей. Но они, во-первых, стали сталкиваться с тем, что их могут не позвать на какую-то тусовку, где много родителей и даже нет детей. На детский праздник апеллируя к тому, что тебе же это неинтересно, им нормально. То есть ребенок не является пропускной системой в какой-то другой мир. Это просто ребенок. А во-вторых, люди, которые не хотят детей, они очень осознанные в своем решении. Они не хотят детей, и там уже могут быть варианты. Девушка не хочет наносить такой стресс своему организму. Она не видит в себе и не чувствует в себе материнского ресурса и готовности потратить время, которое она может потратить на себя, на работу, на партнера, на родителей, на ребенка. Второй момент немаловажный. Достаточно много пар, которые не хотят заводить детей, готовы удочерять или усыновлять ребенка. Потому что в мире достаточно много детей, которых оставили родители. Потому что мы с вами сейчас ведем, я веду монолог, ну как мне кажется, диалог, и обсуждаем тему светскую, в светском ключе, заводить или не заводить ребенка. А, к сожалению, существует огромное количество семей, пар, матерей, отцов, которые растят большое количество детей, но там не стоял вопрос, хотят они ребенка или нет. Они не обследовались у врачей, они не планировали, как они расширят квартиру, где они поставят кроватку. Они не заботились об этом моменте, они просто рожали. Рожали, чтобы рожать. Особенно мое любимое, сколько боженько детей, да, столько и родим. И там семь детей. Перенасыщенность, перенаселенность с планеты и возможность взять под крыло ребенка, который остался без родителей. И здесь уже тоже люди определяют самостоятельно, какой это ребенок. Это может быть грудничок, это может быть ребенок, которому год, два, три. Это может быть 15-летний ребенок. Это опять-таки остается на усмотрение этих людей. В точке зрения женского, даже не знаю, как сказать, общества и восприятия женщин, я как-то слышала фразу на тему того, что если у тебя нет ребенка, значит, ты пустая женщина, ты ненаполненная женщина. Она звучит болезненно-обидно на самом деле, но она звучит болезненно-обидно исключительно с точки зрения того, что, во-первых, тебя не воспринимают как человека, то есть что ты являешься полноценной только если у тебя есть ребенок. Во-вторых, опять-таки, зачастую, разбрасываясь фразами о полноценности женщины, которая является полноценной только если она родила, вы не знаете, что происходит с здоровьем этой женщины. Может быть, она не может рожать, может быть, она была беременна, и у нее были выкидыши. Может быть, она не встретила своего партнера, которому она доверяет, и с которым она хочет завести детей, и она хочет детей именно от этого человека. Может быть, она поставила себе какую-то большую карьерную задачу, что очень часто в стигматированном обществе карьерные задачи, которые ставит перед собой женщина, воспринимаются в том числе как ее пустота, что просто она сублимирует отсутствие счастья и любви в свою сторону в работу. Огромное количество женщин сейчас, которые работают, получают большое удовольствие от работы и не хотят сидеть дома. Они хотят быть заняты чем-то. Есть действительно женщины, которые родилась, чтобы быть женой, хранительницей очага и матерью. И я это говорю ни в коем случае не с какой-то толикой сарказма. Это действительно так. И зачастую я их называю волшебницами. Это женщины, у которых дома суперуютно, это чувствуется в мелочах каких-то там полотенчики, поварешки, варенье, закатанное что-то. Я сейчас описываю такую снова стигму с точки зрения женщины, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это может быть суперстильный дом или суперстильная квартира, но вы заходите, и вы становитесь укутанными вот этим домашним уютом, атмосферой, которая создает там женщина. Ей нравится проводить время с детьми. Ей нравится заниматься домом вот этим всем. Но это часть женщин таких. Я сталкивалась с мамой молодого человека, которая ненавидела всю жизнь фактор того, что она мать, и что от нее якобы кто-то ждет, что она будет такая же, как бабушка. Она по любому моменту, а бабушка там была, как мы себе представляем бабушку, которая с кайфом встречала, провожала в школу, готовила пирожки, завтраки и все остальное. А мать в этот момент ненавидела сам факт того, что она мать, что якобы от нее ждут, что она будет уютной, заботливой, будет встречать из школы, делать вместе уроки. А она настолько это ненавидела, что эта агрессия постоянно проецировалась и на человека, который вырос, ну, мягко говоря, долбоебом. Поэтому в первую очередь принятие решения на тему того, хотите вы ребенка или нет, это ответственность. Но это ответственность, знаете, даже не перед ребенком, это ответственность перед вами самими. Потому что родить ребенка исключительно с точки зрения, чтобы потом его отдать бабушкам и дедушкам, ну, тоже такая сомнительная история. Потому что у каждого из нас с вами есть, безусловно, любовь и уважение в большинстве своем. Я знаю, и вы мне писали много случаев тотально ужасной коммуникации, общения с родителями. Но в большинстве своем мы с вами любим и уважаем и ценим наших родителей. Но у нас всегда есть вот эти 20-30% чего-то, что наши родители делали в нашу сторону, что наложило на нас отпечаток. Из-за чего нам некомфортно, у нас есть какие-то комплексы, вот эти вот те самые детские травмы. И что-то, что мы бы никогда не хотели, чтобы было по отношению к нашим детям. Зачастую, ну, самый тупой пример, это когда вас, например, в детстве гоняют просто по всем кружкам. Музыкальная школа, танцы, рисование, плавание, дзюдо. Очень часто, ну, 1% детей, которые этим всем занимались, такие, мне понравилось, кайф, я буду так же в сторону своего ребенка. Очень много детей, которых ходили по всем этим кружкам и такие, меня лишили детства. Я вот так со своим ребенком не хочу. А, соответственно, в таком случае они зачастую не хотят давать детей бабушкам и дедушкам, которые будут пихать ребенка в какие-то кружки. Это ваша готовность на то, чтобы тратить ресурс, время, деньги, не отдавать всегда ребенка родителям. Это готовность, но самое, мне кажется, главное и тяжелое в появлении ребенка – это другой человек. Ну, то есть то, что это ваш ребенок, вы ему мама или папа, вообще никак не гарантирует, что это будет удобный человек, что это будет приятный человек, что это будет там… Я ненавижу крик, и я ржу, что если когда-то появятся дети, что вот если у ребенка будет истеричка, которая орет по любому поводу, у меня, скорее всего, будет наступать просто, что у меня падают шторы, я на него не реагирую, не слышу, пока он не успокоится. Потому что зачастую я так себя вела и со взрослыми людьми, которые начинали орать. Я говорила, ты проорись, когда нормально сможешь разговаривать, приходи. Ребенок, несмотря на то, что он похож на маму, на папу, на бабушку, это совершенно другое существо, это другой человек со своими интересами. Он может быть талантливым в рисовании, вы можете отвести его на кружок рисования. Он может быть занудой, он может любить читать книжки и не любить общаться с другими детьми. И, соответственно, все факторы того, что вы отдаете его в какую-то игровую комнату, если в этой игровой комнате нет тихого уголка, где он будет сидеть и играть со своей игрушкой, это уже не ваш вариант. Или, наоборот, ребенок гиперкоммуникабельный. Плюс на примере племянника я понимаю, что дети в определенном возрасте, они не научились еще и не понимают, каким образом контролировать свои эмоции, как их правильно транслировать. То есть если их что-то расстроило, они начинают плакать, они даже не могут объяснить, почему ему обидно, и вы начинаете выводить его на разговор, что тебя обидело, что тебя расстроило, отвлекать и объяснять. Если он радуется, если он бесится, если он играется, у него нет инстинкта самосохранения, он бегает, летает, хватает, роняет. И так во всем. И поэтому, когда мы говорим о детях, считаю ли я нормальным формулировку, что женщина без ребенка пустая, и только что с рождением ребенка ты в своей жизни все поймешь и осознаешь, ни хера. Мы зачастую при наличии или отсутствии ребенка всю жизнь пытаемся понять, я не знаю, свое предназначение, что мы хотим, чем мы хотим заниматься. Но наличие ребенка в этом не поможет. Да, действительно, с ребенком вы заново проживаете какие-то милые моменты, когда вот он маленький, он изучает мир, вы начинаете тоже смотреть на всякие листики, цветочки, небо, вспоминать, как ответить на вопрос, почему небо голубое, искать какие-то вещи, одежду, игрушки. Вы снова идете в первый класс в школу или не идете. Это уже кому как нравится. Соответственно, таких мелочей, почему ребенок это классно, много. Точно так же, как много мелочей, по которым можно сказать, что ребенок это не классно. Ребенок это трудозатратно, это трудозатратно физически для женщины. Это очень переживательно не только для женщины, но и для вашего партнера. Неважно, кто ваш партнер, мужчина, женщина, в какой вы стране живете и какие у вас предпочтения. Это стрессово, когда ребенок появился, и тем более, когда это первый ребенок, и вы боитесь вообще всего, а он там дышит, не дышит, а отрыжка – это нормально, а он еще ничего не может сказать, что ему плохо, что ему хорошо. И это ответственность на всю жизнь вашу дальнейшую, когда вы должны понимать, что до 18 лет минимум. Я недавно, когда смотрела «Подружек», вот этот новый формат нежного редактора, там кто-то из девочек рассказывал про подругу и ее родителей. Достаточно забавную, ну не то, что забавную историю, мне очень понравилась формулировка, что там родители детям говорили в 18 лет, что «А теперь, пожалуйста, в свободное плавание». Нас не очень интересует, что у тебя происходит, нет, нас интересует, у тебя всегда есть дом, у тебя есть родители, тебе есть куда прийти, есть кому прийти за помощью, но типа живи где-нибудь там, потому что мы с папой настолько друг друга любим, что мы хотим проводить время вместе. Все, что мы могли тебе дать, мы тебе дали, у тебя всегда есть дом, всегда есть родители, но а-ля улю, иди живи своей жизнью. Поэтому, и меня это очень тронуло, потому что, в принципе, такой же формат у нас с Сергеем Сергеевичем. С одной стороны, хочется ребенка, с другой стороны, ты понимаешь, что ты будешь тратить очень много сил и ресурса. Я знаю, что наши мамы и папы посмотрят это видео и такие, да, мы там только ждем, только рады, мы заберем, но ребенок это не вещь, и, наверное, это самое сложное и самое тяжелое. Поэтому, когда женщинам или мужчинам начинают рассказывать, что когда будут дети, это тоже немного эгоистично, ну, то есть, знаете, что хочется порадоваться, хочется, чтобы был вот там внук или внучка, чтобы провести с ними время, чтобы как-то ими позаниматься. Ну, это не игрушка. Очень прикольно прийти к друзьям, или я прихожу к брату и играю с племянником. Я могу с ним договориться, что, Данечка, давай я, тетя Арина, приедет, значит, в следующее воскресенье, мы с тобой будем прям играть. Потому что он как-то расстроился, что я приехала в гости к брату, очень много разговаривала с братом и мало поиграла с Даней. Соответственно, это классно, но это интерактив, который я могу выбирать. Я могу выбрать, что я в такой-то день, вместо того, чтобы, неважно, снимать видео, краситься, гулять, есть, лежать, встречаться с друзьями, идти на маникюр, на педикюр, съездить в гости к родителям, whatever, что я играю с племянником. У меня есть такой выбор. Когда ты родитель, то ты должен считаться уже не только со своим мужем или женой, ты должен считаться с ребенком. Ребенку хочется внимания, ребенок хочет поиграть. Да, в какой-то момент вы выходите на то, что ребенок может посидеть самостоятельно поиграть, но ребенку важно ощущение, что мама и папа его любят. Если мама и папа не хотели детей, если мама и папа не были готовы, я не готова, например, рассуждать на тему пострадовой депрессии и вот этого всего, потому что я не рожала, мои подруги сталкивались с пострадовой депрессией, кто рожал, но это нужно с ними разговаривать на эту тему, чтобы они с той стороны разговаривали. При этом я вижу, насколько многие из них счастливы, как они любят ребенка, и как они благодарны своему партнеру, мужу, жизни за то, что у них появился ребенок, это дарит им много счастья, много ощущения любви. Но если вы одна и вас постоянно спрашивают или рассказывают, что вы должны родить ребенка, вы никому ничего не должны. Если вы приняли решение, что вы не хотите детей в своей жизни, потому что вы не хотите толстеть, худеть, чтобы вас тошнило, чтобы вас там разорвало или не разорвало, чтобы вы лежали в больнице, чтобы потом вы восстанавливались, чтобы потом вы кормили грудью, а это как бы тоже никакого сексуального подтекста не имеет в плане того, что пока ты с этим не сталкиваешься или не сталкиваешься с какой-то передачей, в которой тебе это говорят в лоб, это больно, к этому нужно приноровиться. То есть это огромное количество вещей, которые связаны с вашим телом, и только вы вправе решать. Ваше желание завести ребенка, оно как бы в том числе пропускает вот это все через фильтр, вы это понимаете, вы это осознаете. Или даже если вы случайно забеременели, я говорю о том, когда вы в отношениях, когда вы, ну и в отношениях не one night stand и sex with benefits, а friends with benefits, а когда, ну то есть от того, что вы внезапно забеременели, при этом нет, как бы всем все нормально, вы принимаете решение рожать, и вы счастливы от этого. Но когда у вас, как бы это тупо ни звучало, не лежит душа к этому, когда вокруг вас много этих разговоров и вопросов, а вы на это смотрите, на ребенка, который там, неважно, описывался, упал, плачет, истерит, или даже самый прекрасный, тихий, спокойный ребенок в углу, но у вас не вызывает это желание и проекции, что вот у вас есть ваш ребенок. Это ваше полное право отсекать эти беседы и разговоры, заканчивать их и не чувствовать себя виноватым по этому поводу. Потому что, мне кажется, самое тупое и ужасное во всех этих делах, во всех вопросах, когда замуж, когда дети, так бы хотелось детей, а тебе уже 25, а у тебя нет детей, а тебе уже 30 или 30 плюс, или 40, у тебя нет детей. Самое в этом ужасное – это вот ощущение, которое часто испытывают на себе женщины и мужчины, на самом деле тоже от того, что ты себя начинаешь чувствовать виноватым, ну что, ну как же так? Очень классное выступление было у дочки Даяны Рос, к сожалению, забыла, как ее зовут, я оставлю ссылку внизу, это было выступление, по-моему, ТЭД, где она говорила о том, что она даже представляла себе свою свадьбу, и она в деталях описывала, какое у нее платье, и что потом она переодевается, и у нее брючный костюм с широкими брюками, и она описывала своего партнера, своего мужчину, какими качествами он обладает, и вот что у них потом появляется ребенок, неважно, мальчик или девочка, и говорила и про мальчика, и про девочку, и что да, я понимаю, что вот он там срыгнул, например, даже на мою любимую кофту, кофты больше нет, но вот и все остальное. Она говорит, но этого не произошло, я счастлива в тех отношениях, в которых я есть, но я и не хочу уже никакой свадьбы, я бы хотела иметь детей, но моя жизнь складывалась таким образом, что у меня нет детей, но я очень часто сталкиваюсь с таким снисходительно-утешительным подходом, что ты просто пока не встретила своего малышка, ничего-ничего, ты там работай, старайся, делай что-то, потом ты встретишь своего и успокоишься, или ты там встретишь своего и родишь ребеночка, вот тогда ты поймешь, что такое счастье. Ну, это пиздец, потому что я адепт семьи, адепт того, что действительно встретить, найти своего человека, работать над отношениями в том числе, потому что это работа, находить какие-то компромиссы, но это не значит, что вы должны жениться, это не значит, что вы должны рожать ребенка. Найти своего человека – это очень классно, но счастье, оно измеряется не в рождении ребенка, и даже не в том, чтобы найти своего человека. Счастье, оно очень разное. Иногда счастье – это просто проснуться и не чихать, и не болеть. Счастье – купить какие-то уютные тапочки, счастье – приехать к друзьям в гости и вкусно посидеть. Я понимаю, что, наверное, многие, особенно у кого есть дети, кто испытывает огромное, распирающее их счастье и любовь по отношению к ребенку и получает ответ от ребенка, скажут, что счастье от посиделки с друзьями или от утра в теплой стране на море, они несравнимы. Безусловно, но это не дает права обесценивать счастье другого человека и говорить, что только поняв это счастье, весь мир изменится тогда. Поэтому я надеюсь, что мои рассуждения, как всегда, были нескомканными и последовательными. Пишите, пожалуйста, внизу. Есть ли у вас дети? Хотите ли вы детей? Если да, то когда? Мне очень интересно будет почитать, сколько вам лет. И в контексте этого в том числе. Потому что самое, наверное, одно самое важное, что мне хотелось бы донести в рамках этого видео, когда я говорю о том, что ваше право не рожать, точно так же ваше право рожать. Если вам 13, 14, 15, 20, 25 или 40, неважно сколько, или 50, и у вас в любой момент жизни вы понимали, что вы хотите семью и детей, я ни в коей мере не говорю, что это неправильно и никаким образом не хочу вас шейдить по этому поводу. Это исключительно ваше желание, ваше право и ваш выбор. Точно так же и в обратную сторону. Если вы не хотите, то это исключительно ваше дело. Поэтому буду рада. Пишите, пожалуйста, внизу, сколько вам лет. Хотите вы детей, не хотите вы детей? Хотели ли вы их когда-то? Или это навязанная история? Есть ли у вас дети? Как вы вообще относитесь к детям? Всегда ли это было так? Или это изменилось в процессе вашей жизни? Надеюсь, что такой новый формат наличия, я обещаю, вам зайдет и понравится. И как всегда, большое спасибо, что ждете мои видео. И как всегда, большое спасибо, что ждете мои видео. Смотрите их до конца, ставите лайки и пишите комментарии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok